Приветствую вас. Помочь вам мы, конечно, сможем из депрессии, точнее, из депрессивного состояния, которое я предлагаю вам называть именно так, до тех пор, пока у вас нет четкого диагноза, да, пока нет наношения врача, мы поможем вам из него выйти, безусловно, но для этого нам нужна информация, больше информации о вас, потому что пока, кроме того, что вы описали симптомы, кроме того, что вы описали следствие, вы больше ничего не описали, это на самом деле не очень хорошо, потому что мы работаем с причинами, вот, совершенно очевидно, что с вами что-то происходит, да, то есть вам ничего не хочется, вот, депрессивное состояние характеризуется тем, что человек начинает управлять своё желание, начинает как-то их... игнорировать, и, соответственно, начинает терять вкус к жизни, вот, больше превалирует позиция «надо», больше превалирует позиция «надо», а не позиция «хочу». Вот, это, пожалуй, такой ключевой, ключевой момент, вот, позиция «надо», а не позиция «хочу». И, соответственно, вам необходимо, как раз таки, отталкиваться, на мой взгляд, да, именно от этого, то есть отталкиваться от этой позиции. Я делаю то, что хочу, или я делаю то, что надо, если я делаю то, что хочу, то что именно я делаю? А если я делаю то, что надо, то по какой причине я делаю то, что надо, вот, это надо кому, вот это, пожалуй, такой вот ключевой момент, ну, один из самых ключевых моментов, на мой взгляд, который необходимо вам для себя выяснить. Вот, именно так можно вас и потихонечку выводить, да, просто для вывода из депрессивного состояния, ещё раз повторю, пока у вас нет диагноза, будем называть это именно депрессивным состоянием. Вот, для вывода из депрессивного состояния можно использовать транзактный анализ, можно использовать, конечно, когнитивную терапию, вот, ну, тут уже всё зависит от вас. Дальше, значит, смотрите, что-то следующее. Значит, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что то, что вам нужно сделать сейчас, обязательно, это через силу получать новое впечатление. Я не счёт. Именно через силу. Даже если не хочется, даже если не хочется, всё равно получать новое впечатление. Вот. Куда-то выбираться с друзьями, даже через силу. Это очень важный момент. Да, не ждите, что ваша жизнь, да, что окружающая будет вас самому по себе радовать. Не надо этого ждать, потому что ничего этого не будет. То есть, если вы вот сами, да, если вы сами не начнёте что-то делать, то ничего не произойдёт, к сожалению. Вот. Поэтому это то, что я надеюсь, вы для себя обязательно выделите из того, что я вам, собственно, сказал. Вот. Ну, это так просто. Ладно, соглашайтесь на всё, на что угодно, абсолютно на всё угодно, соглашайтесь. Лизь бы только, вот, чтобы получать новое впечатление. Вот. Ну и, конечно, работа. Это работа с психологом, да. Это кто-то во многих, потому что состояние достаточно серьезное у вас, вот, и его... не стоит запускать. Вот. Значит, если у вас нет ресурсов для того, чтобы обладать частного психолога, то вы, соответственно, можете обратиться в клинику, да, то есть, ну, у вас есть, как бы, поликлиника, да, у вас есть, может быть, психологический центр, и там вам помощь окажут бесплатно. Вот. Вот так вам можно ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если у вас остались, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. .